МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В обществе выборов запуск угольного завода это и другое обсуждалось на городской планерке. Окончательные результаты муниципальных выборов подведены Уст-Илимской районной территориальной избирательной комиссии. В Уст-Илимске объявлена охота на 4G-смартфон. В администрации города прошла плановая встреча по обустройству уст-Илимских дворов. Госавтоинспекция проводит неделю безопасности на дорогах. Мы узнали, где можно приобрести одежду на холода по наиболее доступным ценам. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Уст-Илимский при силовой поддержке бойцов СОБРа, Росгвардии Иркутской области задержали с поличным троих местных жителей, которые ввели нелегальную вырубку леса. Подробнее о ходе оперативной проверки рассказал Артем Дьяченко, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска. В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий в Уст-Илимском районе была задержана организованная преступная группа, которая занималась незаконной группой лесных насаждений. В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены три лица, которые впоследствии были задержаны, дали признательные показания, были возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведется следствие. Также в дальнейшем указанные лица показали еще несколько незаконных порубок лесных насаждений, которые были также приобщены к данному уголовному делу. С места незаконной рубки полицейскими изъято древесина объемом 100 кубометров, две бензопилы и погрузочная техника. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составляет порядка 150 тысяч рублей. Предполагаемый организатор незаконной рубки задержан. Им оказался 61-летний житель поселка Железнодорожный. По данному факту, следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 в статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере. Это не все случаи, связанные с лесозаготовкой. Старший оперуполномоченный сообщил о краже вырубленного леса на Левобережном кладбище. 10 сентября 2017 года сотрудниками отделения экономической безопасности совместно с сотрудниками уголовного розыска, а также сотрудниками ГИБДД, была установлена автомашина КАМАЗ, которая перевозила лесопродукцию без сопроводительных документов. В ходе первого проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данная лесопродукция была похищена с места хранения лесопродукции у одного из предпринимателей нашего города, который осуществляет очистку городского кладбища от опасно стоящих деревьев. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется следствие. На этой неделе на открытом совещании городского муниципалитета обсуждались итоги дополнительных выборов в городскую думу шестого созыва по седьмому округу. Также предстоящий запуск завода по переработке древесного угля. Кроме этого стало известно, что убыточные маршруты пассажирских перевозок все-таки могут отменить. Подробности расскажет Алена Феоктистова. Планерное совещание в этот раз проводил Александр Хворостенин, заместитель мэра города по экономике и финансам. Начал он с сообщения о предстоящем экономическом форуме, который пройдет с 14 по 16 сентября в Братске. Крупные предприятия Устилимска будут представлять нашу территорию. В ходе беседы стало известно, что в октябре этого года произойдет запуск завода древесного угля. Несколько предпринимателей, которые дали согласие принять участие. То есть это наш хлебокомбинат, агрофирма «Ангара». Пеклес оказался в последний момент, но не потому, что, ну, значит, ну, скажем так, не захотели, не передумали. Дело в том, что они организуют, будет новое производство, предполагается, в октябре будет запущена новая заводка производства древесного угля. Вот, так как запуск немножко сдвинется на октябре, у нас будут принимать участие в текущем, а в следующем году. 10 сентября, в единый день голосования в городе Устилимске, проходили до выбора депутата городской думы по одномандатному избирателям округу номер 7. Из трех кандидатов жители выбрали самого движенца – Александра Михайленко. Ну, как минимум, двух из трех этих кандидатов я вот лично знаю очень хорошо. Это Баширимова Сергея Сергеевича, и вот Михайленко Александра. Должен сказать, что оба очень достойные кандидаты, потому что много как бы вместе работали. С Александром Михайленко даже дважды ходили на выборы. Вот, победу, получается, одержал Михайленко. Ну, думаю, что, ну, в частности, до 11 микрорайона будет реальная пульта. Оксана Янковская, начальник департамента жилищной политики и городского хозяйства, поблагодарила жителей города, которые вышли на субботник. Она просит устилимцев не беспокоиться постепенно все мешки с мусором, которые еще лежат на улицах, вывезут. Далее Оксана Игоревна сообщила, что в минувший понедельник прошла встреча с братским представителем фонда капитального ремонта МКД, где обсудили установку лифтового оборудования, которое идет полным ходом. Напомним, в этом году планируют заменить 25 подъемников. Обсуждения коснулись и предстоящих ремонтных работ других домов. Подготовка актов обследования домов, а их у нас 60, которые на следующий год подлежат ремонту. Это дома, которые подлежат ремонту, кроме замены лифтового оборудования, в том числе и кроме замены лифтового оборудования, там, где его нет. Ну, естественно, самая львиная доля для качественного дефектования работ и для подготовки технического задания проектировщикам, естественно, ложится на самоуправляющие компании для того, чтобы учесть все нюансы, которые требует каждый дом в капитальном ремонте, чтобы не, так скажем, учесть, не забыть и обследовать все узлы и системы. Плюс первый раз фонд капитального ремонта в акте обследования предусмотрел строку работы подлежащей конструкции. То, что упущено в самом законе, в этом случае, значит, предусмотрена такая строка, ну, например, как плиты перекрытия. То, что самое болезненное считается, особенно в домах двухэтажных, деревянных, там, где плиты перекрытия и покрытия, то есть это кровля, подвалы, межэтажные перекрытия никогда не учитывались и не ремонтировались. Управляющие компании проведут более точное обследование, чтобы учесть все детали ремонта жилых домов. В продолжении темы городского хозяйства Александр Хворостенин вновь вернулся к теме убыточных маршрутов. Речь идет о маршрутах в микрорайон Тушамский, поселок Приморский, а также о единственном маршруте по улице Карла Маркса. Они однозначно относятся, все эти маршруты, к социально значимым, потому что между социально значимым и не социально значимым разница очень простая. То есть есть ли возможность туда доехать иным способом, как этим автобусом. То есть вот если говорить про эти три точки, то иных способов нет, как общественного транспорта, а то, что туда никогда не ездили и в ближайшее время не поедут участники, это является лучшим доказательством того, что они убыточные. Соответственно, согласно закону, у нас возложена обязанность по организации транспортного обслуживания в границах муниципального обслуживания. Мы обречены их субсидировать, для чего нужно принять тот порядок, который мы разработали и по которому получено отрицательное заключение прокуратуры. Примут ли какие-то меры местные органы власти, будем следить. Последний день реализации маршрутного листа у попутчика является 19 сентября. Про мероприятие в сфере медицинского обслуживания доложил Михаил Велоусов, заместитель начальника центральной городской больницы. Ремонтные работы учреждений идут к завершению. Медицинские услуги осуществляются. Всех призывают пройти в вакцинацию от гриппа. Сейчас, я думаю, что та волна, которая была противников вакцинации, она убавилась. Надеемся, что она убавилась. И я думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. Государство тратит огромные средства для выпуска лекарственных препаратов и для того, чтобы уменьшить заболеваемость населения и те печальные последствия, которые приводят сезонные заболевания. Прививки абсолютно бесплатные. Можно прийти в поликлинику самостоятельно. А в крупной организации группа врачей может выехать по заявке. Виктор Соколов, замначальника управления физкультуры, пригласил спортсменов поучаствовать в ежегодном мероприятии Кросснации, которое состоится уже в эту субботу у Стеллы ЛПК. С 14 по 22 октября в городе Сочи состоится всемирный фестиваль молодежи и студенчества. То есть это мероприятие в последний раз проходило еще в советские времена. Съезд предполагает объединить 25 тысяч молодых людей со всего мира. То есть по предварительным подсчетам в мероприятии примут участие представители 150 стран. А его проведение будет обеспечивать около 8 тысяч волонтеров. В программном мероприятии будут темы культура, глобализация, экономика развития малого и среднего бизнеса, экономика знаний, общественный сектор благотворительности, волонтерство и политика и безопасность. В делегации Иркутской области будет предположительно 45 участников фестиваля и 70 волонтеров. В нашем городе два таких участника отобрались. Это Сага Людмила, член общества «Молодая гвардия» и Шабадаева Кристина, преподаватель школы искусств номер 2. Также в резерве у нас волонтер Фрияков Виктор, это работник дирекции спортивных сооружений и центр тестирования ГТО. Мы гордимся, что наши земляки принимают активное участие на мероприятиях такого высокого уровня. В минувшее воскресенье по всему Приангарю прошло 543 избирательных кампаний. В большинстве муниципальных образований выборы являлись дополнительными. В Усть-Алимском же районе они стали одними из самых насыщенных по области. Жители пяти муниципалитетов определялись с местными главами администрации. Одновременно прошли выборы с семи дум представительных органов муниципальных образований. Горячая борьба развернулась за пост главы железнодорожного муниципального образования. В избирательном бюллетене значились фамилии шести кандидатов. Меньшим спросом пользовалось кресло мэра Ершова. За него боролись лишь два человека. Самыми дисциплинированными показали себя жители седановского муниципального образования. Здесь на избирательные участки пришли больше 42% жителей. По Бодарминскому муниципальному образованию большинство голосов набрал в ступе Владимира Петровича. В избирательный бюллетень было включено 4 кандидата. По Иршовскому муниципальному образованию большинство голосов набрала Квитка Антонина Викторовна. В избирательный бюллетень было включено 2 кандидата. По железнодорожному муниципальному образованию большинство голосов набрала Мирошник Татьяна Евгеньевна. В избирательный бюллетень было включено 6 кандидатов. По Тубинскому муниципальному образованию большинство голосов набрала Рогожникова Олеся Владимировна. В избирательный бюллетень было включено 3 кандидата. И по Седановскому муниципальному образованию большинство голосов набрал Козловский Дмитрий Юрьевич. В избирательный бюллетень было включено 4 кандидата. В целом по району явка составила 29,97%. То есть проголосовало 4137 избирателей. Кроме того, жители района выбрали 61 депутата, 7 дум представительных органов муниципальных образований. В Тубе отмечено больше всего желающих получить мандат доверия односельчан. На 10 вакантных мест претендовало 14 кандидатов. В Устилимской районной территориальной избирательной комиссии отмечается, что выборы признаны состоявшимися. Жалоб и заявления о нарушении избирательного законодательства в период подготовки день голосования не поступало. Максим Сизых, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Теплоэнергетические станции при Ангаре и Устилимска, возможно, в скором времени перейдут на котлы собственной разработки. По сообщению пресс-службы, Иркутская энергокомпания запатентовала единственный в России котел с кольцевой топкой. Уникальность заключается в необыкновенной технологии подачи топлива воздушной смеси и вторичного воздуха. Это позволяет существенно повысить надежность агрегата, увеличить полноту сжигания топлива и значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Дешевле обходится также изготовление и монтаж самого котла, поскольку он отличается меньшей массой. Пониженная температура факела способствует сокращению в полтора-два раза выбросов газа, в которые вносят существенный вклад в парниковый эффект. Трудно в это поверить, но когда-то мобильные телефоны действительно называли телефонами, не смартфонами. Они входят в ваш карман и могут делать звонки. Вот и все. Никаких социальных сетей, обмена сообщениями, загрузки фотографий. Но технологии не стоят на месте. Мегафон – федеральный оператор связи, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке России, запустил в Усть-Улимске сеть четвертого поколения. В связи с этим компания объявила охоту на 4G-смартфон. Чтобы стать обладателем суперприза, необходимо пройти ряд заданий, о которых следующий материал нашего корреспондента. Высокоскоростная сеть для беспроводной передачи данных в настоящее время предлагается всеми крупными операторами. Мегафон находится в тройке лидеров. Начиная с 2012 года компания предлагает своим клиентам тарифы с подключением к современному беспроводному интернету. Совсем недавно Мегафон запустил сеть 4G. В честь запуска сети четвертого поколения 4G, Мегафон проводит охоту на 4G-смартфон. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно пройти в наш офис Мегафона, который находится на Мира-11, выполнить несложное задание агента. Следующим шагом будет нахождение секретного агента. Вы находитесь в секретном агенте, выкладываете фото в сеть и автоматически становитесь участником данного розыгрыша. Наша съемочная группа стала свидетелем прохождения квеста. Все оказалось очень просто и интересно. А зная, что в финале победитель получит смартфон, игра становится еще азартнее. Участникам необходимо для начала выбрать удобный для себя тарифный план. От этого зависит и задание, которое необходимо пройти далее. Сейчас вы должны угадать название фильма по картинке. Пират и речка. Правильно. Крепкий орешек. Да, правильно. Вонет и обезьян. Пройдя испытания, участникам дается возможность с помощью 3D-очков погрузиться в виртуальный двойник местности следующего этапа квеста. Места нахождения локации самые реальные. Смотрите, сейчас в очках виртуальной реальности вы видите следующую локацию, на которую вам нужно будет пройти. И там уже получить следующее задание от следующего секретного агента от Мегафона. Да, я знаю, агент. В нашем случае следующей точкой стал самолет, находящийся за дворцом культуры Дружба. Там охотника встретил секретный агент Мегафона, который с помощью камеры 360 градусов делает фото с участниками квеста в виде мегапланеты, которые необходимо разместить в любой соцсети с хэштегом 4G-мегафон Устилимск. По завершении мегаквеста при помощи программы генерации случайных чисел определят победителя. Розыгрыш главного приза 4G-смартфона будет проходить 17 сентября за ДК Дружба в детском парке с 4 до 8 часов на празднование Дня лесника. Приходите, участвуйте и побеждайте. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Дожди или заморозки могут в любой момент оборвать строительные работы и укладку асфальта во дворах Устилимска. Активисты восьми домов, которым посчастливилось попасть в программу формирования современной городской среды, встретились накануне с представителями департамента жилищной политики и подрядчиками, чтобы обсудить сроки и оставшиеся объемы, прояснить юридические тонкости финансирования. Напомним, в рамках программы на ремонт и обустройство городских дворов было заложено более 27 миллионов рублей. Заявки на работы принимались общественной комиссией в порядке их поступления. Всего утверждено 8 заявок. В числе счастливчиков – обитатели трех домов по улице Мира, двум по 50 лет ВЛКСМ, а также улица Молодежная, Мечтатель и Белградская. Абсолютно на всех придомовых территориях выполняются работы по ремонту проезда, по обустройству автомобильных парковок, либо путем совершенно нового строительства парковки, либо расширения существующего проезда. В каждом из этих дворов меняется наружное освещение, то есть оно модернизируется, происходит замена как осветительной аппаратуры, так и питающих кабелей. Устанавливаются в части дворовых территорий, устанавливается видеонаблюдение, и абсолютно на всех территориях устанавливаются малые архитектурные формы, к которым относятся спортивные, детские площадки и озеленение. Ну и, естественно, зоны отдыха, это то есть скамеечки, обустройство площадок для зон отдыха. Представители домовой общественности тревожило два вопроса. Успеют ли подрядчики до дождей и хватит ли денег? Нет, давайте так, будем конструктивно. Я же сказала, что деньги есть, да, есть необходимость, предположим, там это, мы субсидию переведем, и основания правовые у нас есть предоставить. На сегодняшний день экспертизы пройдены, все сделано, да, то есть есть, соглашения подписаны. Перевести можно какую-то сумму, но я почему-то думаю, вот Ольга говорила, не предлагаем, она категорически отказывается. Нет, нет, больше мне не надо. Пока мы окончательно не рассчитаемся. Да, 70% мы ей перевели. Подрядчиков меньше, чем дворов. Технику и людей приходится перекидывать с объекта на объект. И люди с волнением наблюдают, что в некоторых дворах благоустройство уже заканчивается, установлены детские и спортивные городки, самое главное, уложен асфальт. А где-то градус работы еще не достиг закипания. Впрочем, жильцы дворов, которые десятилетиями не видели ремонта, умеют радоваться и малому. Очень хорошо сделано освещение. Такие замечательные фонари. Еще наладчики такой угол красивый выбрали. Знаете, вообще, идешь вечером, как будто днем. Освещение очень хорошее. Довольны мы освещением пока. Ну, а сейчас что еще говорить? Еще пока у нас очень маленький процент выполнено. Совсем мало еще. Ну, мы наблюдаем, конечно, делаем. Тут парковка, которая на Мира-29. Она, конечно, к нам не относится, но сделали хорошо. Также под финансирование программы попала Аллея Славы. На днях началась очистка территории от валежника и аварийных деревьев. Подрядчик обещал спилить и вывезти около 150 деревьев и кустарников. Планируется, что эта задача будет выполнена к моменту завершения конкурсных процедур на выполнение работ. Выполнен эскизный проект, в котором предусмотрено 7 функциональных зон. Реализация этого проекта будет долгосрочная. В 2017 году, в этом году, мы реализуем только лишь одну зону. Разработана проектно-сметная документация. В настоящее время она проходит государственную экспертизу. Эта зона предусматривает обустройство пешеходной инфраструктуры на всей территории лесного массива. В настоящий момент готовится конкурсная документация для определения подрядной организации. Сроки очень сжатые. А сжаты они именно из-за погодных условий, потому что, соответственно, асфальтобетонные работы и установка бордюрного камня, устройство брусчатки – это требует теплого времени года. Сейчас, со вчерашнего дня, приступили к подготовительным работам, а именно к сносу необходимых зеленых насаждений, то есть обустройству просеки и для дальнейшего подготовки уже непосредственно ложе пешеходной дорожки. Максим Сизык, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». По статистике, за последние месяцы на дорогах города и района повысился уровень опасности. Самым критичным стал проспект Мира, а основными причинами зафиксировано непредоставление преимущества пешеходам, водителям транспортных средств. Пешеходы зачастую сами не соблюдают правила дорожного движения. В связи с этим дорожные полицейские проводят рейдовые мероприятия, о которых сообщила Алена Ещенко, инспектор ГИБДД. С 4 по 30 сентября отделением госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход». Мы, конечно же, запланировали ряд больших мероприятий, то есть на всех участников дорожного движения, на все категории. В первые дни мы совместно с управлением образования и с Центром детского творчества пошли в школы, принимали первоклассников в ряды пешеходов, вручали им методические рекомендации для изучения правил дорожного движения, но и в игровой форме в очередной раз повторяли с ними правила дорожного движения. В продолжение к нашей акции присоединились волонтеры школьного объединения «Архитекторы Добра». Ребята работали с водителями, с пешеходами, проводили профилактические беседы, вручали им листовки и напоминали о необходимости соблюдения скоростного режима, а также о необходимости вести себя внимательно при пересечении проезжей части. Сотрудники дорожной инспекции проводят разъяснительные беседы с водителями и пешеходами, дарят им информационные буклеты. По окончании мероприятий будут подведены итоги. Гражданам, не подтвердившим до 1 сентября право на получение бесплатных лекарств, питания для школьников, пособия на приобретение одежды и спортивной формы для посещения занятий в школах и 30-процентной компенсации на оплату коммунальных услуг, необходимо вновь обратиться в Управление социальной защиты населения либо в многофункциональный центр с заявлением и документами, согласно утвержденному перечню. Соцзащита, похоже, решила объявить временную амнистию для опоздавших, однако предупреждают эту категорию граждан или их законных представителей, что им необходимо раз в год подтверждать право на получение соцподдержки с приложением документов, указывающих размер доходов каждого члена семьи за последних 6 календарных месяцев. Передвижная ярмарка верхней одежды все еще в Устилимске предлагаемый товар по одной цене. Все по 3 500. Где расположилась выставка, узнаем далее. Ярмарка «Все по 3 500» уже полюбилась устилимцам своим большим ассортиментом верхней одежды. Более трех тысяч моделей. Цветовая гамма разнообразная. От самых ярких до спокойных оттенков. На шнуровке, пуговицах или молнии. Оригинальные воротники и капюшоны делают вещи неповторимыми. Теплые пальто и современные пуховики для мужчин и женщин. Размеры с 42 по 72. Такой пуховичок можно купить за 3,5. Нарядный, красивый. Протовцы вежливые, спокойные, внимательные. Качество хорошее. Цены приемлемые для пенсионеров. Выбор большой. Модельки хорошие. Размеры всякие. Так что я желаю, чтобы наш город был одет. Каждый хочет чувствовать себя комфортно и уютно. Быть стильным и привлекательным независимо от времени года. Благодаря широкому выбору, представленному на ярмарке верхней одежды, это становится возможным. Выставка продажи расположена в ДК имени Наймушина на втором этаже. Работает она до 17 сентября. С 10 до 19 часов. На сегодня это все новости. Как будут развиваться события, узнаем в пятницу. А я желаю вам всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин